Хороший портрет. И мальчик славный. Да. Очень. Мария Владимировна, давайте займемся нашими делами. Простите, мне надо идти. Погодите, погодите. Ну куда же вы? Я отвезу вас, куда скажете. Нет, спасибо. Мария Владимировна. Мария Владимировна. Мария Владимировна. Мария Владимировна. Мария Владимировна. Что это такое? Что такое? Я вас спрашиваю, а? Мы просто играли. Это сейчас так называется? Смирнов, что у тебя в руках? Не ваше дело. покажи ты где-то взял не ваше дело это его на моя мамочка принесла который он не нужен а ну-ка тихо дай сюда дай сюда я сказала ты наказан дай сюда откуда коля коленька все в порядке ну-ка иди сюда видите их обоих медпункт а смирнова потом в красный уголок а вы пожалуйста работайте нагулялась все порядке марин иди сюда иди сюда иди присядь давай расскажу что случилось я же вижу что то не так что это это портрет знаешь кто на нем нет а кто это мальчик из моих снов мальчик из твоих снов сережа пожалуйста я тебя очень прошу мы почти это сделали я тебя очень прошу марина 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 сейчас не время об этом говорить ты еще не выздоровел я не настолько больно правда поэтому тебе мерещатся не существующие дети я рожала у меня был ребенок вот смотри он у меня был я это точно знаю я не знаю что с ним случилось но он у меня точно был марина у нас с тобой не было детей как не было я все узнал у нас с тобой не было детей марина повтори это повтори а сейчас ты выпьешь таблетку возьми и выпей таблетку выпей ее а глотай глотай рот открыл и должен убедиться что ты ее проглотил это указание врача молодец 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 знаешь что я думаю что тебе не надо больше гулять завтра ты поедешь клинику я уже обо всем договорился сейчас ты пойдешь спать тебе надо отдохнуть и не ложись спать иди 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 хорошо хорошо я все Ну что, Смирновна, заходи. Посиди и подумай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Выглядишь не очень. Что-то случилось? Да нет, ничего. Просто бессонница. А я тут решила к тебе заскочить. Чаем угостишь? Ну конечно, проходи. Сейчас я переоденусь. Ян, а мы с тобой сколько лет знакомы? Не помню. С техникума? Мы вместе учились. С техникума? Это точно? Не позже? Конечно. А может быть какие-то фотографии остались со студенческих времен? У меня точно есть. Да и у тебя должны быть. А... Ну вот же фотоальбом. Убегу. Так. Сейчас посмотрим. Так. Вот мы на фоне кафе в нашем техникуме. Помнишь? Какие молодые. А вот ты на фоне нашего учебного корпуса. Видишь? Ян, ты про картины знала? Про картины? Да, про картины, про завещание знала. Даже не понимаю о чем-то. А про психушку? Ты знаешь, что Сергей хочет меня туда упечь? Нет. Не знала. Да, не очень мне нравится слово упечь. Знаешь, если подумать, то на лечение. Ну да. Я его не люблю. Что? Я его не люблю, не могу с ним больше жить. Пробовала у меня, ничего не получается. Мариша. Он очень сильно любит тебя. Он любит не меня. Он любит ту женщину, с которой он жил семь лет. А я это... Другой человек? Нет. Ты для него та же самая. Господи. Ты хоть понимаешь, что ты разобьешь ему сердце? Это твоя новая жизнь, ее ведь нет. Это только твое воображение. Мариша, когда вернется память, ты... А я не хочу, чтобы она вернулась. Мне очень страшно. Тогда я не знаю, что тебе сказать. Сергей, он... Ты же моя подруга. Почему ты на его стороне? Потому что... Я люблю вас обоих. ПО ТВЕРЬ ПО ТВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Я поговорила с ней. Она уйдет от тебя? Да, уйдет, когда поймет, куда уходить. Она не сделает этого. Напрасно сомневаешься. Она точно это решила. Сереж, скажи что-нибудь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, здравствуйте. Это Сергей Висоцкий беспокоит. Я по поводу жены. Кажется, ей становится хуже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Скажите, я могу привезти ее завтра днем? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это возможно? Да-да, отлично. С оплатой проблем не будет. Все в рамках договоренности. Хорошо. До свидания, спасибо. Макс, тебе Марина Высоцкая? Да, конечно. Добрый день, можно? Можно. В общем, я все узнала. Один успешный художник завещал мне свои картины. Их предположительная стоимость полмиллиона долларов. Понимаете, что это значит? Да, понимаю. Теперь вы сказочно богаты. Я думаю, что мой муж специально хочет оформить опекунство, чтобы заполучить эти картины. И авария, в которую я попала, она была не случайная. Так, вы успокойтесь и присядьте. Вы считаете, что... Да, я думаю, что это он подстроил ее. Он что-то подкрутил в машине. Ну, это вряд ли. Вы ведь в права на следствие еще не вступили? Нет. Ну? Я как-то об этом не думала. До сути дела это не меняет. Он придумал отличный план. Запечь меня в психушку и оформить опекунство. И таблетки он мне... Он меня травит. Вода. Он мне что-то подмешивает ежедневно. Он меня просто сводит с ума, вы понимаете? Так, успокойтесь. Успокойтесь. Вы хотите, чтоб я со всем разобрался. Я разберусь. Угу. А вы... Вы очень красивы. Когда нервничаете. Вот. Должна помочь. А? Семейная хроника? Не только. Там есть мои юношеские фотографии с подругой Яной. На фоне техникума. Которые, по вашим словам, я не заканчивала. Что-то еще? Нет, то есть... Да, я... Честно говоря... А я не знаю, что мне делать теперь. И если быть совсем честной, я... Я боюсь идти домой. Лиза! Что еще? Слушай, а ты живешь в двушке одна. Даже не думайте. Лиза. Клиенту надо обеспечить охрану. Это на один день. Я завтра что-нибудь придумаю. Веревки из меня вьюшь. Ну вот. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый. Что вы тут делаете? Я же просил вас. Да, да. Но понимаете, что время поджимает? Как говорится, нужно делать дела. А без Марины Владимировны как? Она вам не понадобится. То есть? Я оформляю пеховство. Вот оно что. Умно. Умно. Что вы сказали? Я в том смысле, что это будет хорошим решением проблемы. Но ведь могут возникнуть и вопросы. Много вопросов. А вы можете сделать так, чтобы вопросы не возникали? Нет. Но я могу сделать так, чтобы на вопросы были ответы. Я думаю, мы договоримся. Безусловно. Я готов договариваться. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я дома! Марина! Марина, ты где? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты извини, чем богаты, тем и рады. Скромно, но вкусно. Спасибо. Муж звонит. Что мне ему сказать? Скажи, что у подруги чай пьешь. Так он опять перезвонит. Ну, скажи, что уже поздно и останешься у подруги. Да. Алло, привет. Ты где? Я у подруги. У Яны? Нет. Это коллега по работе. Ты ее не знаешь. Какая коллега? По музею? Да. Когда приедешь? Пока не знаю. Мы чай пьем, болтаем. Ну, хорошо. Ты возвращайся поскорее. Я волнуюсь. Да, хорошо. Я постараюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что это такое? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ну дай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это джипиэс-трекер. Жучок. Кто-то хочет знать, где ты сейчас находишься. И я даже знаю кто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что теперь с ним делать? Ну, тогда лучше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло. Коля. Да, это я. Коленька, как я рада тебя слышать. А где ты взял мой номер телефона? У заведующей нашел. Как ты? Как твои дела? Все хорошо. Тетя Марина, вы у меня вчера прощения просили. И я хотела сказать... Хотела сказать, что... Ладно, не надо просить прощения. Вы ни в чем не виноваты. Коль, я хотела... Блин, опять. Что случилось? Да просто опять кровь пошла. Кровь? Какая кровь? Откуда? Да, заведующая толкнула. А я головой на шкаф налетел. Сам виноват. Что? Подожди, ты как себя чувствуешь? У тебя голова не болит? Тебя не тошнит? Все хорошо. Точно? Точно. Тетя Марина, а я хотела спросить. А вы ко мне еще приедете? Ну, конечно, обязательно приеду, если ты не против. Я не против. Все, мне пора. Коля, Коль. Коля, ты меня слышишь? Алло. Смирнов. Опять ты. Марш в красный уголок. Ну, это же не честно. Я же ничего не сделала. Ты мне будешь говорить о честности? Вперед! Надо ехать. Куда ехать? Ночь уже. К заведующей. Я хочу с ней поговорить. Ты уверена, что она захочет с тобой разговаривать? Мне все равно. Ладно. Отброшу тебя. Поцелуем закрытую дверь и вернемся домой. Марина! Марина! Привет. Здрасте. Я муж Малины. Марина, поехали домой. Прости, я не могу сейчас как-то нарушать. Мне на это не важно. Жучок в сумке, помнишь? Я за тобой приехал и без тебя не уеду. Поехали домой. Ты делаешь мне больно. Марина, это вынужденная мера. Мне больно, что ты не знаешь. Я говорю, поехали. Тебе сказали ей больно. Ты что, не понял или что? А. Музейный работник. И ты здесь? Здесь. Ты что? Ты что? Что ты надел? Ничего, ничего, клемать. Вы чего тут хульганите? Марина, я прошу тебя, поехали. Я никуда с тобой не поеду. Я сейчас в полицию вызову. Разобрались уже, не нужна полиция. Не надо, пожалуйста. Так, девочки, не волнуйтесь. Идемте, чайку выпьем. Давай, давай. Максим, ты как? Девушка, а вы кто? Он валяет дурака. Извини, не сдержался. Но мне приятно, что ты из-за меня волнуешься. Я не волнуюсь, я просто испугалась. Ну, конечно, испугалась. Из-за меня. Слушай, а он здорово меня приложил. Что, боксер? Ну, кажется, был. Я видела фотографии. Почему ты мне сразу не сказал? А что бы ты сделал? Ну что, я... Я держался от него подальше. Я тебе говорил, что ты очень красивая, когда нервничаешь. Так вот, когда ты улыбаешься, ты еще красивее. Я так переоденусь. Оклемался? Ну, вроде да. Значит, ты помнишь, где сейчас должен быть. И где? Я напомню. Опера... Ё-ка, милый бай. Тебе телефон? Все. Где твой? Черт, а я телефон это не помню? У тебя что, его нет? Попал ты, Белозерский. Конкретно попал. Плевать. Потом все объясню. Может, и объяснять не понадобится. Белозерский. Напомнит, что она для тебя сделала? На что она ради тебя пошла? Я помню. Извините, у вас не будет лишних билетов. Извините, а у вас не будет лишних билетиков. Девушка, извините, а у вас не будет лишних билетов? Извините, вы не ответили. Спасибо вам большое. Спасибо. Не за что. Мясо мало. Значит так, если интересного материала мало, нужно его придумать. Первое правило успешного блогера. Ну что ж, приступим. Марина Высоцкая. Так, Марина Высоцкая. Сошла с ума. В общем, если ты права в своих рассуждениях, то он от тебя не отстанет. Ты нужна ему. Ну, точнее, не ты, а... Полляма баксов. Да. В общем, я с утра напрягу знакомых оперов, попрошу совет. А пока что ты остаешься здесь. СТУК В ДВЕРЬ Послушай, во-первых, это рекомендация врачей. Во-вторых, не упечь, а отправить на лечение. И в-третьих, это пойдет на пользу для тебя, Марин. Потому что я все еще люблю тебя, несмотря ни на что. Любишь? Несмотря ни на что, ты так говоришь, как будто я что-то плохое совершила. А, черт. Марин, подожди. Ну, возможно, я неправильно выразился. Ты прости меня, но... Марина. Сейчас тебе нужно успокоиться. Тебе нужно прийти в себя. Для этого ты выбрала компанию незнакомых мне людей, чужих людей. Я этого понять не могу, но я готов это принять. Но завтра, Марина, ты должна быть дома. Ты слышишь меня? Иначе я обращусь в полицию и напишу заявление о похищении. О похищении? Да. Ты больна. Ты невменяема. Чужие люди воспользовались этим и удерживают тебя силой. Марин, я засажу их в тюрьму. Ты слышишь меня? Я сумею доказать их вину. Ну вот, назад пути у меня нет. Марин, мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю. Если что, ключи тут в шкафу. Мне пора в офис. Что? Посмотри телек. Листай журналы. Мы пока с Максом придумаем, как дальше быть. Все? Слушай, на улицу лучше сегодня не выходи. Твой благоверный может караулись где-нибудь поблизости. Пока. Пока. Макс, это не наш случай. Ты же понимаешь, здесь нет явной угрозы жизни, здоровья. Обычно в таких ситуациях мы отправляем людей к тебе. Ну, попробовать-то стоило. Я бы рад помочь. Но действовать на упреждение не наш случай. Увы. Так что, как только, так сразу. Звоните, когда вас зарежут. Слышишь, Андрюха у себя? Да, в техотделе. Да, пойду сгоняю. Спасибо. Давай. Ну, и что, Андрюха, что скажешь? Да, топорненько. В смысле? Это монтаж. Ты в этом уверен? Гадалки не ходи. Может быть, лучше проверить на программе? Это без компа видно. Вот смотри, Са. Вот тут, видишь? Освещение падает с левой стороны. А вот тут совсем иначе. Вот здесь пробовали подретушировать, сделали грубовато. Не стали слишком заморачиваться. Видишь? Да, я кажется, вижу. В общем, фальшак. И да. Я бы сделал лучше. Ладно, спасибо за помощь. Да не за что. Обращайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Не хотел тебе говорить, но иначе никак. Вот подонок. Я не удивлюсь, если они вместе это придумали. Упечь тебя в психушку, оформить опекунство и прикарманить картины стоимостью в пол ляма баксов. Все не так просто. Допустим, они захотели прибрать картины Корничука к рукам. Но зачем подделывать фото? Зачем придумывать тебе новое прошлое? Это как-то не вяжется. Да, я тоже ничего не понимаю. Ясно только то, что эти двое любовники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марина, я тебе сейчас все объясню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Я это знала. Что? Я все знала. Что? Ты вспомнила? Да. Не совсем фрагментами так. То есть ты знала, что он тебе изменяет? Да, я их видела вместе. Он раскаивается в том, что он сделал. Он хочет меня вернуть. И он делает все, чтобы я вспомнила, что я люблю его. Он боится, что ты вспомнишь, что он тебе изменял. С твоей лучшей порой. Но все равно это не клеится. Ну зачем ему это? Зачем морочить тебе голову? Ладно. Разберемся. Ты... Главное, не волнуйся. Чайку. Марин, я знаю, что ты не одна. и ты не один. Я не знаю. Я не знаю. Встретиться надо. Вы сейчас где? А я? А я сейчас нахожусь в одном из самых лучших пятизвездочных отелей на берегу океана, где роскошные, смуглые девочки кормят меня черной икорушкой из серебряных ложечек, и запиваю я это все охлажденным шардоне. У вас хорошее чувство, Ямар. Я это оценил еще когда вашу статью читал. Спасибо, конечно, но дальше разговор я не могу продолжать, потому что не знаю с кем говорю. Вам там смазка пришла? Прочитайте. Это шутка. А хотите заработать еще столько же? Кого нужно убить? Если мне понадобится кого-то убить, я найму профессионала. С вами Олег Владимирович, я хотел бы обсудить вашу статью и фотографии, которые вы в ней разместили. Много статей. Что именно вас интересует? И что, а кто? Окей, кто? Женщина в светлом платье с темными волосами. Судя по подписи и под фотографиями, зовут ее теперь Марина Высоцкая. Вот именно она меня интересует. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу увидеться с Колей Смирновым. А я в космос хочу полететь. И что с того? Он мне сам позвонил и просил приехать. Ну и что, что он вам звонил? Я просто с ним хочу поговорить. Вы сами уйдете? Или мне охрану позвать? А я знаю про его травму. Если вы меня сейчас к нему не пустите, я позвоню в полицию. Хорошо. Давайте поговорим у меня в кабинете. Добрый день. Здравствуйте. Максим Алексеевич, к вам посетитель. Интересное средство связи. Здравствуйте. Заходите. Я пришел, чтобы сказать вам, я влюбился в Марину семь лет назад. С первого взгляда, как только увидел ее. Наше чувство, оно взаимным оказалось. и мы через полгода поженились, и я ее никому не отдам. Никому. Это понятно. Она была и останется моей женой. А если вы или ваша помощница вздумаете мне мешать, то я... Вы убьете нас? Я не собираюсь я не собираюсь с тобой враждовать. Я... Справки навел. Ты ведь парень неплохой. служба в отделе убийств, ранения, почетная государственная награда, увольнение. Вот контору себе завел, где ты сам себе командир и начальник. Это все вызывает уважение, конечно. Но... Ты ей не кто, ты понял? А я ее муж. И я ее... Любишь. Так сильный, что никогда я ее не изменил? А я не собираюсь перед тобой исповедоваться. А по-моему, ты уже это делаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я тебя... предупредил. Ты не лезь к ней. Больше я предупреждать не буду. До свидания. Всего хорошего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА